Присаживайся к огоньку! В 2013-ом, так что я уже давно нарубился. Кстати, тогда она мне показалась довольно казуальной, даже как для современных Близзардов. Но вот на днях я порубился и решил, что она просто создана для Андроид. После каждой победы вам будут открываться такие карты и у каждой карты есть своя способность. Допустим, вот эта карта Провокатор. У неё три жизни и три урона. Когда вы выставляете такую карту, то противник вынужден атаковать эту карту. Каждому без исключения, в начале будет предоставлено обучение, где ты сам всё поймёшь, а я поясню немного игровой процесс для тех, кто с ним не знаком. Я покажу самое первое обучение на обычной сложности. Так, у меня открыто два героя, я выберу Мага, это первый герой, который вам будет доступен из всех. Потом вы будете открывать остальных. Да, кстати, у Близзардов забавные загрузки, тут пишется подготавливаем стол, бывает пишется готовим карты и тому подобное. В начале каждого боя нам предоставлено четыре карты. Сейчас тут монетка, так как первый ход за нами. Также одну из карт можно поменять, если она требует много кристаллов маны, а у нас в начале только один. Но это на везение. И так, первый ход за мной и я могу использовать ту карту, которая требует один кристалл маны. Дальше эти кристаллы будут расти и мы сможем использовать более сильные карты. Я использую вепря, у которого есть способность рвок, то есть я хожу сразу же, а не ожидаю следующего хода. А большинство остальных карт вступает в силу после того, как походит соперник. Вот, к примеру, сейчас у соперника именно такая карта. Он нажимает завершить ход и теперь хожу я. Сейчас я воспользуюсь картой провокации, именно той, о которой я говорил. Такая карта окружается щитом. Это значит, что соперник не сможет атаковать ни вашего героя, ни другую карту, пока не уничтожит эту. Кстати, еще вы должны учитывать, что если вы наносите урон противнику, вы получаете урон в ответ, равный его силе. К примеру, у этой карты сила атаки 2 единицы, а жизни 3. Атакуя его, вы получаете 2 единицы урона в ответ. То есть потеряете 2 единицы жизни своей карты. Сейчас я использую интересную карту Боевой Клич, которая поднимает оба показателя моей любой карты на 1. Тем самым я поднял единицы жизни карты провокации с 2 до 3. И теперь, нанеся урон сопернику, я останусь жив. При этом, сохранив карту провокации, чтобы защитить своего героя. Если герой погибнет, ты проиграл. В общем, именно такими махинациями и комбинациями ты будешь идти к победе. Открывая новые карты, ты сможешь создавать свои уникальные стратегии и опробовать свои силы против реальных людей. Для чего, в принципе, игра и была создана. Хардстоун бесплатно. Требует только интернет-подключение и, ни много ни мало, 6-дюймовый девайс с 1 гигом памяти и андроидом не ниже 4.0. Игра хорошая и динамичная, но не зря у нее свыше 20 миллионов поклонников. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин